На ковре спортсмены Свердловской области Глеб Познахирко. Три схватки, три победы. И все за явным преимуществом, а точнее на первых секундах. Этот поединок за выход в финал заканчивается еще быстрее, чем рассказ о спортсмене. И пусть каждый его бой длится не больше минуты из пяти положенных, простым свой путь в финал турнира Свердловчанин вовсе не считает. Легких соревнований не бывает. Это всегда тяжело даже не столько физически, сколько морально. Нужно настроиться, постоянно держать себя в кулаке, в форме. И легких соперников не бывает. Всегда нужно выходить и доказывать всем, что ты лучше и сильнее. Поэтому и здесь, и везде. Глеб – младший сержант внутренней службы в СИН. В целом в чемпионате России по самбо участвуют сотрудники ведомства из 53 регионов страны. Отличий от обычного чемпионата по самбо нет. Представлены все весовые категории, схватки также по пять минут. Единственное, каждый спортсмен либо действующий сотрудник в СИН, либо учится в соответствующем вузе. По итогу первого дня рязанцы золота не взяли. Но все было еще впереди. Вчера два рязанца были третьими. И Егор Осипов в финале проиграл, к сожалению. Так что, ну, сегодня, я думаю, сенсации не будет. То есть вы сейчас поговорите с Куржевым. Борется легко, очень, ну, очень легко борется. Прям вот, ну, на него всегда приятно смотреть. У Али Куржев спортсмен из Рязани. Один из самых титулованных отечественных самбистов. Четырехкратный победитель чемпионата мира. Для него это 12-й всероссийский турнир по самбо. Прошлые 11 закончились победой. И прямо сейчас У Али будет пробовать разменять дюжину финалов. Борьбе самбо во ФСИН придают особое значение. На данный момент развитие этого традиционно русского вида борьбы в силовых структурах напрямую прописано в указе президента страны. Самообороне без оружия всех сотрудников федеральной службы теперь учат минимум дважды в неделю. Он является одним из основных прикладных, ну, спортивных видов спорта, который идет для обучения личного состава физической подготовкой. То есть обучение личного состава боевым приемом борьбы. Чемпионат ФСИН России по самбо трехдневный. Традиционно три программы. Мужское, женское и боевое самбо. Победители получат право защищать честь региона на всероссийских соревнованиях. Куда уже точно поедут и Глеб Познахирко, и Уали Куржев. А вот их соперники на мировых аренах могут, что называется, выдохнуть. Пока. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.